здравствуйте дорогие друзья в последнее время тема засыпанных зданий стала очень популярна и не только среди исследователей реального прошлого но также среди их оппонентов и скептиков страждущих добиться популярности на разоблачении всех и вся поэтому надеюсь что сегодняшний фильм будет началом конца сказок про так строили культурный слой просадку зданий грязи на лаптях крестьян и прочих нелепых объяснений официальных историков и псевдо альтернативных исследователей для этого мы посмотрим одно место которое напрочь разбивает все эти официальные объяснения и направляемся мы сегодня в плавскую районную больницу о самом плавске уже вышло несколько фильмов и скоро выйдут еще но эта больница по моему глубокому убеждению является знаковым местом ибо тут связываются воедино различные направления наших исследований и рушатся все официальные версии про саму больницу нам известно что официально ее начали строить в 1869 году на средства князя сергея сергеевича гагарина потратившего на постройку и оснащение больницы 150 тысяч рублей для сравнения строительство уездной емской больницы соседней крапивни в то же время обошлось всего в 9 тысяч рублей это тот самый князь гагарин который оплатил постройку всесвятского храма в плавске освященного в 1892 году и функционировавшего всего 36 лет до 1928 года фильм про этот храм есть на канале ссылочка на него будет в описании если просто находиться на территории больницы то можно видеть красивые здания с различными элементами архитектуры которые в наше время уже не применяются можно также видеть окна на земле и дверь главного корпуса сделанную из окна в общем классический вариант засыпанных зданий но учитывая что официальный год постройки больницы 1869 то официальные историки нам приведут целый список доводов как эти окна оказались в земле фильме засыпан ли дом инструкция к применению мы подробно разбирали эти объяснения официалов а также признаки которыми нужно руководствоваться чтобы утверждать засыпано здание или нет друзья если вы его еще не смотрели посмотрите обязательно ибо там объясняется очень простой алгоритм который нужно знать всем кто занимается исследованиями нашего реального прошлого а сейчас просто еще раз перечислю официальные объяснения окнам земле первое так специально построили то есть заметьте строить умели второе здание просела или все же строить не умели третье ровняли дорогу четвертое просто культурный слой пятое люди на башмаках притащили шестое лошади виноваты причем если первые три объяснения это чисто технические то последние три делают упор на неряшливость наших предков типа люди жили как свиньи в грязи и никто не убирал мусор вокруг себя стоит ли говорить кому выгодно представлять наших предков в таком свете забегая вперед сразу отвечу на излюбленный вопрос скептиков да я не знаю что такое цокольный этаж и что его делают даже в наше время поэтому обязательно напишите про цоколь и технологии строительства но учтите возможно я вообще не умею ни читать ни писать так что пишите подробнее друзья как бы там ни было она эти темы можно спорить до бесконечности гуляя между зданий и осматривая их снаружи однако просто спустимся в подвал вот этого здания и вы все увидите сами это дом врача дуковского построенный официально в 1869 году буквально несколько слов официальной информации об этом здании цитата один из самых интереснейших по своей архитектуре домов построенных гагаринами в селе сергиевском ныне город пласк асимметричный одно двухэтажный совершенно оригинальный богатый ломаной кровлей и характерным приемом вынесенными кобылками это без сомнения эклектика и думается один из немногих истинных представителей этого стиля на территории тульской области здание венчают всевозможные украшенные резьбой металлические дымники чердачной части применены высокие узкие арочные окна бойницы в крыльце дворового фасада сохранилась старая дощатая дверь на кованых фигурных петлях в 19 веке в этом здании находились квартиры врачей северной части здания были отдельные входы в аптеку и амбулаторию здание знаменито тем что в нем доживала свой век княгиня вера федоровна гагарина умершая 4 февраля 1923 года конец цитаты по ходу мастера такие хорошие и вот мы идем 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 поворот сюда здесь мы видим коридор кабинет в одну сторону в другую сторону сюда кабинет обратите внимание какие потолки у нас запах здесь конечно обалденный и опа если кто смотрит на телефоне или у кого просто маленький экран и весь вид в перспективе не виден то поясню это прямоугольное здание вдоль нижнего этажа которого посередине проходит коридор и по обе стороны от коридора находится помещение коридор заканчивается окном с торца стены уровень грунта с обеих снижается этот уровень грунта от окна далее по коридору так надо пролезть при приближении освещения нету вот она и тут сразу вниз туда хоп вот от этого окошка нужно эта дверь заложена а за это дверью там вон еще место есть тут видимо кошки бегают насколько там ниже вот потолки это называется так строили вот все что я хочу показать что это вот так вот было построено сразу с засыпанным таким если у самого окна михаил сидит на корточках то посередине коридора уже стоит во весь рост с этого ракурса из комнаты еще лучше видно как растекалась густая грязь некоторые комнаты по бокам коридора а также далее по коридору где слой наноса был меньше расчистили и приспособили для подвала но не пропадать же помещением а коридор даже не стали расчищать так как уровень грунта почти под потолок грунт серо-черный по консистенции похож на очень мелкий песок или даже пыль с включениями мелких камней и это не уголь как может показаться на первый взгляд даже измельченный в пыль уголь на ощупь и выглядит по-другому обратите внимание как качественно выполнена кирпичная кладка в этом якобы подвальном помещении друзья со всей ответственностью заявляю что тут ни при чем не культурный слой не лошади не все остальное потому что не люди здравом уме не домашние животные такое делать не станут особый привет клоуном против мифов пусть они теперь попробуют это объяснить своим выравниванием дорог на этом собственно можно было бы закончить однако друзья это еще не все самые внимательные из вас уже наверняка заметили металлические балки на потолке это двутавры в некоторых прошлых фильмах я неоднократно обращал на них ваше внимание и вот официальные историки это заметили и решили на этом сыграть есть некий исследователь в кавычках который в названии некоторых своих роликов использует хайповые слова про ложь официальных историков и в то же время официальную информацию этих самых историков например а времени появления таких балок во второй половине 19 века он преподносит как неопровержимый аргумент этот псевдо исследователь видимо и мысли не может допустить что те же двутавры могли выпускаться и ранее официально заявленные даты и не надо сейчас говорить об отсталости промышленности о том что способа получения стали и прокатки металлов еще не изобрели все изобрели все было но кому-то информация об этом не дает покоя и нам упрямо навязывают мысль об отсталости нашей родины и отсутствие металлургии и приводят в пример запад где якобы все есть и все развито про цели и методы так называемых западных партнеров мы поговорим как-нибудь в другой раз а сейчас друзья мы видим стальные балки в межэтажных перекрытиях при этом знаем что согласно официальной истории эту больницу построили в 1869 году а прокат научились делать согласно той же официальной истории во второй половине 19 века и вот вроде бы все и сходится получается по официальной версии нам говорят правду само здание так построили с цокольным этажом а после того как ровняя дорогу мужики на лаптях грязи натащили здание еще и просела никаких катаклизмов не было должен признать что в данном случае мы бы могли спокойно проглотить этот ответ если бы не этот подвал ведь насколько мы знаем после официальной даты постройки больницы никаких потопов в плавске не было однако очевидно же что это застывший грязевой плывун но тогда как так то если официально потопов не было откуда взялась наплывшая грязь друзья а все очень просто здание гораздо старше заявленного срока по крайней мере его нижняя часть а так называемые годы постройки это время когда больницу ремонтировали и заметьте это вторая половина 19 века так же как и сискетский храм в плавске и сотни других храмов и прочих построек так же как строительство в кавычках железных дорог все это вторая половина 19 века конечно это просто совпадение и я понятия не имею о бурном развитии промышленности и втором этапе научно-технической революции но что я точно знаю так это то что прокат могли выпускать ранее 19 века те кто смотрел фильм про доминую печь в рязанской области построенную официально в 1716 году тот видел стяжки из прокатного железа стенах этой печи а кто не видел тот может посмотреть перейдя по ссылке в описании под этим фильмом на youtube канале неофициальная история также я точно знаю что никто специально не будет заливать густую грязь в подвал чем бы он ни был цокольным или первым этажом и да часто в комментариях обращают внимание на то что стены нижнего этажа выложены из нетесанного камня и что мол так делает только подвал вот пожалуйста смотрите все здание так сделано кладка из кирпича только вокруг окон равно то же самое что мы видели в нашем подвале тут как говорится о вкусах не спорят ну и последний на сегодня никак не думал затрагивать сейчас тему храмовых построек но на главном корпусе больницы недавно установили крест еще в прошлом году его не было при этом это районная больница является государственным учреждением хорошо это или плохо судить не буду однако когда вдруг эта больница станет монастырской то удивляться тоже не стану на этом друзья благодарю вас за внимание за то что досмотрели до конца дальше будет больше а сейчас всего вам доброго до скорых встреч